Автопарк лечебных учреждений республики пополнили почти 100 новых автомобилей скорой помощи. Реализовано это в рамках программы развития сферы здравоохранения. Улучшение оказания неотложной экстренной помощи – одно из ее приоритетных направлений. Об этом на пресс-конференции в Доме правительства сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко. Автопарк обновлен, сделан акцент на кадровое обеспечение этого звена. По этой причине также оказание скорой неотложной экстренной помощи у нас одно из приоритетных направлений. Сделаны акценты на профилактическую медицину. Больницы оснащают диагностическим оборудованием. Всего выделено 37 цифровых рентгенологических аппаратов. 24 из них уже установлены. Также в планах заменить флюорографическое и ультразвуковое оборудование. Порядка 36 единиц ультразвуковых сканеров будет установлено по всей территории республики. Сегодня уже 10 аппаратов ультразвуковой диагностики получено нашими учреждениями здравоохранения. Еще одна приоритетная задача – оснащение всех инфекционных коек. Подачи кислорода уже выделены и заложены на следующий период средства на газификацию учреждений здравоохранения. В некоторых работы по улучшению снабжения кислородом уже проведены. Помимо этого я хочу сказать, что уже зашла и еще будет поставляться дыхательная аппаратура. Так как дыхательная аппаратура, которая была в республике, также морально устарела. И сегодня уже практически 113 аппаратов искусственной вентиляции легких у нас будет поставлено в республику. Уже поставлено чуть менее 100 аппаратов. Получать высококвалифицированную помощь смогут не только жители республики, но и те, кто лишен этой возможности на территории Украины. Кроме этого, в республике продолжают развиваться телемедицинские коммуникации. Наши медики регулярно обмениваются опытом и научными наработками со специалистами из России.